В общем, я что-то записываю, не знаю, что. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие гиганты, господа. Смотрим. После гигантского оперерия в облиц с мастерами, и не удивляйтесь, что у меня 30 секунд меньше времени, дело в том, что Кирилл, как всегда, оказался не готов к... В общем, ни к чему не готов. Да, да, да. Что ты можешь сказать в своё оправдание? Я смотрю PSV Rostov, 85 рублей. Он смотрит PSV Rostov. Никакого уважения к шахматному Фениксу. Так, ну что? Ну да, я ударил план с конь d2, конь f4 попробую. Правда, он, наверное, довольно туп в этой ситуации. Позицина у нас получилась. На удивление, скучно. Абсолютно не на удивление, по-моему. Так, ну что, что играем? Сосланджан, да? Конь d2. Мы ждём Сосланджан, наверное. У меня уже какие-то подозрительные лаги. Сильно? Ну, конь d2 ты видишь ход? Ну, да. Вот туда все нормально. Взяли на c3. Да, да, да. Ну, вот те, кто меня смотрят, сейчас увидят, что там время начинает идти у соперника не сразу, а через, ну, секунду, может быть. Тут вообще я закончу сейчас всё. Там Сосланджан, я уже из ворот убежал. Там кто-то уже из ворот выносит с леточки на 86-й. Как же Алякс хочет играть в ленировол? Ростов бьётся. Слана на один. Лучше сюда, может быть. Ну, в смысле, так поля 3 придержал, может быть, это понадобится в каких-то вариантах. По-хорошему, конечно, у белых нет никакого перереса. Вообще, то есть. Ну, бывало и хуже. А с кем мы играем-то, кстати? Ну, 2-4 с такой-то национальный мастер. А вообще-то... Вообще-то тут такой интересный момент. Ну, ладно. Что, я думаю, от их есть? Конь е5, нет? А, недавно, да? Ну, заведу всё на конь е5. И потом f4. Ну, ты не знаю, на самом деле. Позиции, по-моему, у белых похуже становятся. То есть можно, чтобы пытаться держаться за это всё, можно пожертвовать. Но я не вижу, как удобно жертвовать. Ты видишь? Да нефиг взял. Пешку эту. Пешку? Не знаю, как хочешь. По-моему, никак её не пожертвуешь, если честно. Ну, ладно. Играй как-нибудь. Бей, там. Володя, гранация, наверное, выносит яночки. Ну, то есть, что, надо, видимо, так как-то ходить. И просто надеяться, что эту пешку не заберут. А они его могут не забрать? Ну, там пока на С7 висит. В этом идее. Ну, конечно, это всё не очень хорошо, что тут говорить. Не, а почему ты так тупого на выиграл дебюс? Ну, зато позиционно. Хорошо. Спокойненько. С5. Так. Можно, наверное, для тебя сыграть? Можно. Там. Вода там, может, кунь-це 4 исход, да? Может, не есть? Кунь-це 4, я не знаю, проходит ли? Да. Приклик неплохо. Мне некуда посчитать. Интуитивно заносит. Саша Бухайлов выходит на 85-м. Ой, на 88-м. Ну, вроде, должно быть нормально для белых. То есть, идея в том, что на С7 вроде как... Хотя, кстати, наверное, на С7 и надо играть, да? То есть, если я возьму, возьму, Кунь-це 6. Просто Ферзя возьмут, отдадут на Д5. По крайней мере, там белые, наверное, не рискуют сильно. Какая-то измешивая центральная. Упадёт, по целому, сразу. Должна. Поэтому я не рекомендую играть здесь. Так, мы взяли. Вот это уже другой момент. Нет, тут сейчас начнутся просто тотальные размены какие-то. И у меня, по идее, будет лишняя пешка. Или, может быть, даже две, если повезёт. Так, ну вот пока... Так, на Ф6 потом... Ну, да, там, в этом идея. Нет, тут у Велла, конечно, явно лучше. Вообще-то, выгодно. Наверное, уж пешки очень слабые. Раньше С7. Ну, тут важно, что, скорее всего, у меня получится поставить обе ладьи на линию Ф, где они будут защищать... Ты не знаешь, какую пешку брать? Ладья Ж4, ладья Ф6 или на Ц5 всё-таки надо взять. Потом на Ф6 прицепимся. Ну, да. Я можно отдать на А3? Ну, думаю, что надо просто на Ф6 забрать и сдвоиться по линии Ф своей ладьи, чтобы на Ф2 никогда не потерялось, и постепенно надвигать королевский. Он, понятно, он помогает, кстати. Ну и всё, надвигаем. Ну, тут надо просто аккуратно всё делать, ничего не зевнуть. И флаг не уронить, что более вероятно будет. Да, тема повеселее немножко заходи. Ну, я пытаюсь, но чуть-чуть подлагивает. Но вы же 3. Ну, да, ну, вот и 2 хорошего. О, поменять. Дают поменять. Не, ну, понятно, что технически выигранная позиция уже легко. Но при этом так же очевидно, что флаг падает и может произойти всякое. Е4. Ну, пешку на А5 поставлю, чтобы она не потерялась. Потом надо просто Е4 наталкивать. Ну, в общем, кого-то натолкнуть, как-то поменять и выиграть. Как всегда, очень тонкий здесь план победный. Ж5 вроде дают пойти. Удобно, что ладья встала под размин. Ну что? В теории времени становится подозрительно мало. Нормально. Неудобный шаг, наверное, да? Да, не нормальный шаг, но тут уже совсем не о чем говорить, конечно. Зачем так выиграет? Флаг простроен? Ну да. Тут, наверное, не успеет. Валя, выход из долгого. Так, ну что? Тех прошел уже, да? Ну, я побью эту ладью, чтобы избежать всякого риска. Тут напрямую варь должен выиграть. Я думаю, ты сможешь, ты сможешь. Ты в меня так сильно веришь, что я прям... Да, спасибо. Посмотрим на технику по потованию. Потование, потование. Технику по потованию. Нет, тут надо два хода, и ничего не получится. Учебно. Удия, удия добавил... Всех спасибо за внимание. Но играем еще одно. Да, конечно. Однозначно.